Российский рынок готовится к невероятному. Центробанк тестирует российскую финансовую систему на случай ее отключения от международной системы банковских переводов SWIFT. Напомню, эта мера была в последние месяцы включена как США, так и Евросоюзом в список возможных санкций по отношению к России. SWIFT, это крупнейшая подобная система в мире, на нее завязаны расчеты 600 российских банков. По количеству пользователей наша страна уступает только штатам. И несмотря на то, что сейчас ЕС по сообщениям СМИ больше не рассматривает вариант отключения, чиновники решили выяснить, смогут ли российские банки выдержать такой удар. Выяснилось, что на внутренних расчетах отключение от системы не скажется, а вот с международными переводами все намного хуже. Если внутри России мы вполне можем обойтись без банковской системы SWIFT, то на международном рынке нужно смотреть какие-то варианты. Может быть это будут дочки каких-то российских банков, может появятся банки-посредники, можно вспомнить, что есть факсы, телексы и так далее. Поэтому проблема решаема, но она скажется на кошельках в первую очередь предприятий, финансовых директоров. Стоимость каждой транзакции вырастет несколько раз, они будут занимать больше времени, тем не менее полностью движение средств не остановится. Если подобная инициатива будет реализована, то конечно она весьма ограничит возможность перевода сумм, но не поставит на этом крест. Потому что в принципе можно обходить подобную систему, это будет более затруднительно, более трудоем. Это коснется банковских структур, которые, скажем так, взаимодействуют с друг другом. Это коснется в первую очередь юридических лиц, как правило крупного бизнеса, который имеет какие-то платежи на Запад, либо есть влияние на компанию со стороны Запада. Для простых граждан, наверное, скажем так, впрямую это не коснется, потому что все-таки это нацелено на бизнес, на B2B сегмент. Российские участники рынка уже предложили использовать систему самого Центробанка, однако эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ожидать радикальных изменений все же не стоит. Тем более, что и сама система SWIFT весьма неплохо зарабатывает в России, пусть на нашу страну приходится всего лишь менее процента от ее операции. SWIFT тоже у нас хорошо зарабатывает, Россия для нее большой бизнес. Западным банкам, западным партнерам удобно работать с российскими банками через SWIFT, поэтому я не очень верю в эту ситуацию.